Сегодня вся здесь рыбака на водоемах нашего пограничного города не так уж и просто. Оно и понятно, после очередной отепели даже у ребенка возникнет сомнений на предмет прочность льда, не говоря о взрослом любителе подледной рыбалки. Если ситуация на акваториях Бреста прозрачна в прямом смысле этого слова, то состояние реки и озер в районах области несколько иное. На некоторых водоемах толщина льда достигает 10 сантиметров, однако это касается лишь некоторых. В основном ежедневно сменяющиеся заморозки и отепели делают лед прочным лишь на первый взгляд. На самом деле он словно пергаментная бумага, поломается при первой возможности. Несмотря на ситуацию с погодой непонятную, то есть у нас то отепель, то заморозки. Тем не менее на водоемах области с начала года погибло 8 человек. Из них один несовершеннолетний. Последний случай, прошедший воскресенье, погиб ученик 9 класса, 14-летний подросток, который катался на коньках. Это Столинский район, деревня Рубель. Из восьми погибших на воде трое рыбаки, которые нарушили правила техники безопасности. Им в противовес пятеро любителей подлёдной рыбалки. Они спаслись благодаря спасательному жилету, первому и обязательному средству, которое должно быть у каждого рыбака. К сожалению, второе место в списке потенциальных жертв воды традиционно занимают дети. Это уже как бы причсты во языцах, что кто-то из великих сказал, что чем тоньше лёд, тем больше соблазн попробовать его прочность. То есть и вот дети, как он хрустит, как он там прогибается и так далее. То есть родители должны знать, где и как проводят в своё личное время дети. Особенно, я говорю, повторюсь, сельских районов, где произошли все наши несчастные случаи. Сегодня, учитывая неоднозначную ситуацию на воде, спровоцированную изменчивой погодой, лучше воздержаться от подлёдной рыбалки и прогулок вдоль водоёмов. Тем более, это касается детей. Именно от нас и нашей осмотрительности зависит состояние статистики погибших на воде по Брестской области, которая пока, к сожалению, остаётся плачевным.